Всем привет! Я рада приветствовать вас на второй части отчета по моей первой неделе работы с диетологом. Как я уже сказала в предыдущем видео, если вы это видео не видели, обязательно его посмотрите, потому что это иначе не будет много смысла для вас нести. Ссылка обязательно на первое видео внизу, поэтому посмотрите его и возвращайтесь сюда. Здесь как раз таки все будет самое интересное, самое полезное и самое практичное из этого видео, а то было такое более теоретическое. Итак, первая моя встреча с диетологом закончилась полным хаосом у меня в голове. И я специально за день до того не ходила за покупками в магазин, потому что я не знала, что мне нужно будет покупать, как я буду питаться, поэтому в холодильнике у меня было практически пусто. И когда я с ней закончила разговаривать, она мне все описала, как оно должно быть, я поняла, что мне нужно ехать в магазин, все это покупать. И сразу здесь первый вам совет, если вы начинаете работать с диетологом или начинаете диету, я вам советую начинать с выходных, то есть за выходные подготовиться, купить все продукты, которые вам надо, сделать какие-то первые приготовления. Я вам дальше расскажу, как экономить время на готовке. У меня очень хорошо получается экономить время на готовке, потому что питаться нужно 5 раз в день, и кажется, что это очень много готовки. Но на самом деле нет, но опять-таки все-таки какое-то время вам нужно будет потратить, поэтому лучше начинать с выходных. И когда я первый раз пошла за покупками, у меня была такая полная потерянность, я бродила по этим рядам, не знала, что мне выбрать, что лучше взять, от чего отказаться, что мне пойдет на пользу, а что может наоборот мне навредить. Но все-таки вот эти главные советы я держала у себя в голове. Я знала, что мне обязательно нужно купить много молочных продуктов, что мне нужно купить что-то с клетчаткой, я вообще не знала, что. В итоге все-таки я нашла для себя несколько продуктов, которые довольно ключевые, наверное, в моем питании. И я вам сейчас их хочу показать. Эта информация в первую очередь будет полезна для тех, кто живет в Украине, потому что вы эти продукты сможете найти в таких супермаркетах, как Сильпо, Фрушет. То есть практически везде они продаются. Для жителей других стран это, конечно, менее полезная информация. Но тем не менее, что-то может аналогично у вас продается. То есть неважно, какие продукты, неважно, какие бренды, вы, главное, посмотрите принцип того, как я покупала и что я покупала. Первый важный продукт это молочка. Я молочку очень мало ем, потому что я ее не люблю. В принципе, я абсолютно ровно отношусь ко всем творогам, ко всем, я не знаю, к молоку как таковому. То есть я практически это все не употребляла. К йогуртам я отношусь лучше всего, но чаще всего я покупала, конечно, йогурты сладкие, которые с какими-то наполнителями, с какими-то вкусами, ну вот что-то такое я покупала. Когда я начала искать что-то более такое нейтральное, что-то более полезное, то я столкнулась с проблемой того, что это практически не завозят. И вот то, что мне понравилось, я купила, проверила на себе, что хорошо дает результаты, это вот такой вот органичный йогурт, нежирный, от Organic Milk. Здесь всего 0,05 жирности, то есть очень маленькое содержание жира. И на 100 грамм продукта всего 31 калория. Здесь 470 грамм. Я где-то, наверное, половину за полудник могу выпить легко, при этом чувствую себя именно так вот, что я немножко наелась, но в то же время не переела. Также я нашла молоко 1% жирности, я нашла вот только вот конкретно вот это, от марки Простоквашина, 1% жирности. Именно вот в такой вот таре много всего пересмотрела, не знаю, может быть, еще что-то есть, какие-то аналоги, но вот это самое нежирное молоко, его я использую с кофе. Кофе мне, кстати, разрешили пить, слава богу. И вот с кофе я именно вот это молоко сейчас пью. И так как я затронула сейчас тему кофе, то сразу скажу, что от сахара мне пришлось отказаться. Первое, что я начала искать, это заменитель сахара. Я нашла вот такую вот штуку, которая называется Сорбит, NovaSweet компания. Пишет, что это натуральный продукт для диетического питания. Вот эта штука абсолютно не сладкая, то есть как бы заменить обычный сахар ей довольно сложно. То есть можно себя сколько угодно дурить и думать, что это то же самое, но это по сладости совсем не то же самое. И я, честно говоря, жалею, что я купила заменитель сахара, потому что, по сути, толку от него очень мало. Пить кофе с этим заменителем мне абсолютно не нравится, потому что сладости практически никакой нет. И нужно понимать, да, что если вы до этого себе в кофе добавляли две ложки обычного сахара, то добавляя две ложки вот этого, он будет абсолютно не сладкий. И если добавить 10 ложек вот этого до того момента, пока он станет сладким, то это теряет весь смысл этого заменителя сахара. Потому что в теории как бы его нужно использовать ровно столько же, сколько вы использовали сахар. То есть если вы себе в кофе добавляли две ложки, то этого тоже используйте две ложки. Но меня это как-то совсем не удовлетворило. Мне не нравится, мне, в общем-то, не сладко, мне не вкусно. Короче говоря, эта штука для кофе абсолютно мне не подходит. И для кофе я нашла другой выход, который мне тоже диетолог разрешила. Это тростниковый коричневый сахар. Он, конечно, очень-очень дорогой. И это самое плохое, что я могу сказать об этом сахаре, потому что он реально очень дорогой. Если обычный сахар стоит, там, я не знаю, порядка 10 гривен за килограмм, то этот стоит порядка 500 гривен за килограмм. То есть в долларах это получается где-то половина доллара за обычный сахар и порядка 20 долларов за килограмм вот этого сахара. То есть разница колоссальная просто. Выглядит этот сахар, ну, я думаю, вы видели, то есть обычные такие коричневые кубики разного размера. И для кофе эта штука очень классная. Конечно, с сахаром надо быть осторожной. То есть сахар нельзя этот есть круглыми сутками и, в общем-то, наминать там ложками. Это понятно. Но для меня важно все-таки в районе второго завтрака вот что-то такое вот сладенькое, все-таки вот схомячить, потому что я без этого не могу. И я за день пью кофе теперь только один раз в день вот во время второго завтрака. Бросаю два вот таких вот кубика в кофе. Мне очень нравится вкус. И, в принципе, по результату я вижу, что это работает. То есть я от него не полнею и довольно ровно и хорошо сбрасываю вес. Вот эту же штуку я часто использую для какой-то выпечки. Но, опять-таки, вот я не сильно вижу смысла в том, чтобы ее покупать, потому что, откровенно говоря, ее можно заменить медом. И это будет и полезнее, и вкуснее. Я знаю, что заменители сахара есть разные. Есть стевия один из самых популярных. Но стевию я вот почему-то вообще категорически, она мне не нравится по вкусу. Что же касается клетчатки, для меня самым очевидным выбором это были отруби. Я взяла пшеничные отруби вот такие вот. Здесь в упаковке 160 граммов. И, в принципе, это довольно много. То есть вот за 10 дней чистки желудочно-кишечного тракта я использовала где-то, наверное, ну, одну треть, может, чуть больше, чем одну треть. Но вот меньше половины это однозначно. То есть это даже большая упаковка. Если подвернется меньше упаковка, можно ее смело брать. Но, в принципе, клетчатка, она никогда не бывает вредной. Поэтому, если будет такая штука в хозяйстве, то это только плюс. Также я для себя поняла, что мне обязательно нужны продукты, с которыми я могу жульничать. То есть если у меня реально нет времени приготовить что-то, мне нужно съесть, к примеру, что-то с клетчаткой. Но я ничего не могу сейчас приготовить с этими отрубями. Я же не буду просто ложкой отруби кушать. Я поняла, что мне нужно найти какую-то альтернативу. Это, конечно, не полноценная клетчатка, даже и близко. Но лучше, если вы съедите что-то вроде вот этого, чем вообще просто пропустите прием пищи. Что это такое? Это рисовые хлебцы с пшеницей. И здесь написано, что это с высоким содержанием клетчатки и, в принципе, очень малокалорийные. То есть в одном хлебце всего лишь 25 калорий. За этой штуки можно сделать как что-то сладкое, так и что-то не сладкое. Потому что если вы, к примеру, будете использовать мед, польете эту штуку медом, то будет такой относительно даже неплохой десерт. Если сверху вы сюда накрошите какие-то овощи, то будет полноценный такой прием пищи. И последний продукт из области журничества – это вот такие вот каши быстрого приготовления овсяные. У меня это конкретно с малиной, марка Тера. Но их очень много. Вот заходишь там, где продаются каши овсяные, там безграничное количество разных вариантов. Мне конкретно нравятся эти, потому что они с фруктами и вроде как даже с натуральными фруктами по составу. Здесь есть сахар, это конкретный минус. Но опять-таки я говорю об этом не как о том, что нужно постоянно кушать. Это если вдруг у вас, я не знаю, вы там проспали на работу, у вас поздно прозвонил будильник, и вам нужно срочно вскочить, что-то быстро съесть и убежать, то вот это очень хороший вариант, который реально спасает. Плюс оно действительно такое сладенькое, поэтому вы даже себя немножко этим балуете. И теперь, что касается экономии времени, как успевать готовить, чтобы 5 раз в день регулярно питаться. Самое первое, о чем я хочу поговорить, это способы готовки. Лично я очень люблю еду готовить либо в пароварке, либо в духовке. Еда на плите, там, тушить, жарить, там, я не знаю, шкварить и так далее и тому подобное, там, где нужно постоянное присутствие, там, где нужно постоянно помешивать, переворачивать, это все абсолютно не для меня. Я люблю такие методы готовки, которые происходят без моего участия. То есть в пароварку вы там накидали все, поставили, она полчаса, там, час готовит, и при этом вам не нужно абсолютно этот час к ней даже подходить. То же самое касается духовки. Если вы в духовку поставили что-то запекаться, то вероятность того, что вам туда нужно прям бегать постоянно, очень низкая. Разве что, когда вы там какие-то сложные десерты печете, то нужно проверять, там, чтобы оно не сгорело. Но, тем не менее, в духовке, как правило, да, тем более десерты, можете с ними попрощаться уже. Поэтому в духовке у меня тоже получается готовить так, чтобы постоянно туда не бегать. И если начинать готовку с вечера, почему я говорю начинать с выходных, потому что нужно себе хотя бы денек дать для того, чтобы какой-то базовые какие-то вещи наготовить. То есть с вечера, если вы, например, в воскресенье вечером готовите себе какую-то кашу на гарнир. Ну, допустим, вы решили приготовить гречневую кашу. Поставили ее в пароварку и сделайте сразу себе, чтобы этой гречневой каши вам хватило и на утро. Чтобы вам не нужно было ждать утром еще полчаса, тратить на то, чтобы пока она сварится, потом вы ее там себе в тарелку насыпите, начнете кушать. То есть это лишнее время. С вечера я лично себе готовлю так, чтобы сразу мне и утром то же самое поесть. Таким образом, утром, когда я встаю, я выпиваю стакан воды. Пока, суть до дела, там что-то сделала, умылась, туда-сюда сходила. Уже полчаса проходит и у меня уже есть готовый завтрак. Мне его нужно только разогреть, нарезать там себе какой-то огурчик, помидорчик. Все, у меня уже мой завтрак готов. Что касается второго приема пищи, то здесь это должна быть обязательно клетчатка. И мой второй прием пищи раньше всегда совпадал с кофе и какой-то вкусняшкой. И у меня это настолько какая-то сильная привычка. Мне настолько сильно в это время хочется чего-то сладенького, вкусненького съесть, что я решила, что с клетчаткой я буду готовить какие-то десерты. Ну, десертами полноценными их назвать нельзя, но тем не менее. Я приготовила торт для тех, кто на диете он называется. Ссылку на оригинальный рецепт я оставлю внизу. Из чего он состоит? Из йогурта, овсяных хлопьев, отрубей, яйца и разрыхлителя теста. Все, больше здесь как бы ничего нет. Я размещала фото в инстаграм, как выглядит приготовленный продукт. Не хочу вас дурить, это абсолютно не сладкая вещь, то есть это не какие-то там печеньки. На вкус это как будто какая-то модная овсянка, знаете, то есть это не классическая овсянка, а что-то такое среднее, но в то же время, когда вы это поливаете сверху медом, это становится очень-очень даже вкусным. Вот реально, вот вполне сравнимо с каким-то таким не сильно сладким десертом. Я не говорю о тортах там каких-то, о каких-то, я не знаю, выпечках там сумасшедших. То есть как десерт, как для того, чтобы просто заглушить вот эту потребность в сладком, вот так вот хватает. И чем это тоже классно, тем, что я вот этот вот тортик, так называемый, приготовила себе на 3 или на 4 дня вообще мне его хватило. То есть один раз я заморочилась и его там намешала. Вся готовка у меня заняла, ну, в районе, может, минут 15-20 максимум. И потом я просто разделила это все на кусочки. И таким образом я себе уже одной готовкой, я себе сделала гарантию, что я там 3-4 дня буду гарантированно кушать клетчатку регулярно. Мне даже для этого ничего делать не нужно. Что касается обеда, то я на обед сейчас кушаю супчики. На второй варке, как я уже рассказывала. В первый день я себе сделала такой суп, который был на курице. Потом я туда добавила рис, немножко картошки и чечевицу. Ну, не особо вкусный этот супчик, конечно, у меня получился. Я его слепила из того, что было, грубо говоря. Потому что у меня оставалась чечевица, у меня оставался рис. И как-то курица тоже пришлась в тему. В общем-то я что-то такое наварганила. Он не очень вкусный, но, в принципе, кушать можно. И опять-таки, готовя суп в больших кастрюлях, вы себе гарантируете то, что вы его будете каждый день кушать, и у вас регулярно есть еда. Стандартное мое питание в полудник – это любая молочка, которую мне хочется конкретно сегодня. Если мне хочется поесть немного творога, я ем творог. Если мне хочется йогурта, я ем йогурт. Творог я зачастую соединяю с какими-то фруктами. Например, творог с персиком и с медом мне очень нравится. Ну, понятное дело, опять-таки, нужно за порциями очень следить. То есть, немножко творожка, немножко персика. И не чувствуйте, что вы обязаны, если вы взяли персик, вы обязаны целый персик и съесть. Если вы видите, что это много, возьмите четверть персика, возьмите половину персика. То есть, дозируйте свою еду так, чтобы не переедать, и постоянно чувствовать, что вы наелись, но при этом еще вы что-то могли точно съесть легко. Что касается ужина, то, как я и сказала, на ужин я всегда готовлю кашу и готовлю с пропорцией, чтобы мне хватило и на утро. К каше я обязательно добавляю паровую котлету. Паровые котлеты, как я делаю, я беру фарш куриный, туда добавляю яйцо, туда добавляю специи, но в специях, смотрите, внимательно, чтобы там не было каких-то дополнительных усилителей вкуса, вот такой вот всякой чепухи, чтобы там не было. Смотрите, чтобы в составе ваших приправ были только какие-то травки, натуральные ингредиенты. И потом тоже могу немножко добавить сухарей панировочных туда. Это все я вот так вот хорошо взбиваю, леплю котлетки и в пароварку опять-таки. То есть я их не жарю, не варю, ничего с ними не делаю. Опять-таки я готовлю в пароварке, и когда я вот это налепила, вот эти вот котлетки, у меня это занимает, ну тоже опять-таки, минут 10, наверное, сделать такие котлетки. Я их поставила, все, они там себе полчаса готовятся, мне даже к ним подходить не надо, это тоже очень экономит время. И как вы, возможно, знаете или не знаете, углеводы делятся на сложные углеводы и простые углеводы. Простые углеводы это овощи, фрукты, вот такой вот соки, а сложные углеводы это всякие каши. Сложные углеводы дольше расщепляются в кишечнике, поэтому они дольше вас насыщают энергией. И вот именно сложными углеводами на вечер я вам не рекомендую сильно увлекаться. Вот утром это классный завтрак. На вечер больше все-таки акцент делайте на то, чтобы покушать какой-то салат такой насыщенный. То есть салата можно съесть довольно много. И при этом, чтобы у вас было какое-то мяско тоже в рационе. Если вам можно есть красное мясо, то вы можете есть и красное мясо. Конкретно мне, с моими больными коленями, красное мясо нельзя есть. Поэтому я ем только либо курицу, либо индюшку. Самым трудным для меня оказалось то, что мне нужно было отказаться от соли. Я, в принципе, еду, ну не сказать, что прям очень сильно солю. Ну, как обычно, люди, наверное, солят. И мне нравился вкус соленой пищи. В первый день я себе сделала кашу абсолютно несоленую. И я чуть не обалдела, честно говоря, от того, насколько она была противной. Вот я не была готова к этому вкусу. Я сразу Насте написала, сказала, можно мне как-то, я не знаю, хотя бы, ну постепенно избавиться от соли. Хотя бы как-то, потому что изначально, когда ты кушаешь соленые продукты, а потом резко перестаешь кушать соленые продукты и начинаешь кушать все такое пресное, оно кажется реально очень противным. Настя сказала, что она очень хорошо меня понимает в этом плане и разрешила мне растянуть этот отказ на 2 недели. В принципе, мне кажется, я двигаюсь довольно успешно, потому что в первую неделю я солила где-то в половину еду, для того, чтобы вот чувствовать, что она такая вот как бы несоленая, но в то же время она не была противная. Вот как раз где-то этот баланс я держала. А дальше я перестала солить еду, но начала соль добавлять какими-то продуктами. К примеру, мне очень-очень-очень нравится кушать брынзу, например, с кашкой какой-то. К примеру, я варю себе кукурузную кашу и совсем слегка ее присыпаю брынзой. Каша не соленая, но брынза имеет в себе очень высокое содержание соли. Но из-за того, что я ее съедаю довольно мало, то и соли, собственно, я, я так считаю, получаю не очень много. Это тоже мне позволяет по чуть-чуть, по чуть-чуть отказываться. И также очень классно работают маринованные грибы, маринованные шампиньоны я себе купила. Они тоже такие подсоленные. И как бы ты ешь этот маринованный шампиньончик, и вот пока ты его жуешь, эта соль распределяется у тебя во рту, ты эту кашу можешь очень хорошо наминать и классно очень идет. По питанию первой недели это, наверное, все. Теперь отдельного слова заслуживает массаж. За первую неделю у меня был один сеанс массажа. И это, конечно, была, откровенно говоря, жесть. Я не была готова к тому, насколько антицеллюлитный массаж может быть брутальным. Массаж, в моем понимании, это что-то такое приятное, расслабляющее, но нифига. Когда вам делают антицеллюлитный массаж, это реально очень неприятно. И здесь снова я хочу вам дать совет. Когда вам делают массаж, обязательно сигнализируйте о том, что вам больно, что вам неприятно. Одно понятное дело, вас не будут там перышком гладить на этом массаже, но если становится реально очень больно, то вы об этом говорите. То есть не представляете, что вы, я не знаю, там какой-то партизан на пытках, и вы там заслуживаете того, что с вами делают. То есть вы должны сигнализировать о том, что вам больно. Таким образом массажист, который с вами работает, он будет лучше чувствовать ваше тело, и потом у вас не будет сильно каких-то плохих последствий. Потому что я в первый сеанс массажа все честно терпела, мне казалось, что так оно и должно быть, что там хорошо мои ноги там массируют, как-то разбивают этот целлюлит. В итоге на следующий день у меня вот очень много зон покрылось синяками, причем такими синяками, которые меня реально напугали. Я сразу полезла в интернет смотреть, какие синяки могут быть после антицеллюлитного массажа. И я вам скажу, там вообще такая жесть есть, которой, вот, мое мнение, быть не должно. То есть есть реальные примеры конкретных гематом. И я не знаю, как вообще люди могут такое получить, и при этом никак во время массажа не отреагировать на то, что реально очень больно. У меня были совсем не такие прям ужасные последствия. То есть, понятное дело, синяки у меня были, которые тоже меня довольно сильно напугали. И я Настю сразу тоже по этому поводу начала терроризировать и говорить, слушай, это, наверное, перебор, что-то это как-то очень много. Мне это как-то, меня это настораживает, меня это пугает. И она мне сказала такую вещь, что вот первый массаж, он самый брутальный. Когда вы делаете массаж первый раз, массажист еще не знаком с вашим телом. Он не знает, какая оптимальная сила должна быть в массаже. Поэтому после первого раза синяки могут быть, но дальше они уже не должны появляться, так как ваш массажист должен подобрать уникальную интенсивность массажа. Если у вас будет все хуже и хуже и хуже становиться, это 100% ненормально, так делать не нужно. Но в первый раз такое может случиться. У меня синяки пошли по всей пятой точке, по внешней стороне бедер, по внутренней стороне бедер. Немножко тоже были в этих местах на руках с двух сторон. И скажу вам откровенно, на второй сеанс массажа я шла и очень сильно боялась. Мне казалось, что, во-первых, это будет ужасно больно по синякам делать. И, во-вторых, я очень боялась того, что у меня станет еще хуже. Но каково же было мое облегчение, когда после второго массажа у меня вообще ничего лишнего не добавилось. Я имею в виду синяки. И я смогла за вот эти несколько дней перерыва подлечить свои синяки существующие. И также я использовала гель, который укрепляет сосуды. Что касается конкретных продуктов, то я использовала вот такую вот мазь. Это Леотон 1000, то есть вот практически половина тюбика, наверное, точно у меня ушла на мои ноги и попу для того, чтобы укреплять сосуды. Мазала я этой штукой три раза в день себе эти области. И для того, чтобы убирать синяки, мне очень понравилось вот такое средство. Называется оно Синяков. Кстати, средство довольно смешное, потому что оно с тонирующим эффектом. То есть синяк не только лечится, но еще, знаете, как тоналкой вы его замазываете. В принципе, если бы этой штуки не было, мне бы это больше понравилось, потому что эта штука пачкает одежду. Но в то же время, если вам, например, нужно замаскировать синяк, чтобы его не было видно, и это летом особенно актуально, то очень прикольная штука. Опять-таки, я эти вещи не рекламирую. Вы можете покупать любое аналогичное, что считаете нужным, просто я делюсь тем, что я использовала. И сейчас вот на 11 день синяки у меня еще есть в некоторых местах, но они уже очень-очень такие легкие, то есть практически у меня уже ушли. И такой еще довольно занятный факт относительно антицеллюлитного массажа. Я когда шла на первый свой сеанс, я была в полной уверенности, что массажировать не будут только мои проблемные места, то есть попу, ноги и на этом в принципе все. Но каково было мое удивление, когда Настя мне сделала массаж полностью всего тела, начиная от кончиков пальцев на ногах и заканчивая даже головой. И я ее спросила, а что, вот это каждый раз будет такой массаж прям всего тела? И она мне сказала, да, и в этом и заключается очень интересный факт. Если делать антицеллюлитный такой вот жесткий массаж только на какую-то конкретно одну часть тела, организм поймет, что в этой части тела он не может отложить жир и начнет откладывать жир в других частях тела. Это настолько интересный факт, и меня он реально так позабавил, потому что вот действительно, насколько хитрый наш организм. Если он понимает, что, ага, здесь мне не дают это сделать, будут делать в другом месте. Это очень логично на самом деле и очень занятно. И последнее, на чем хочу остановиться очень быстро, это на спорте. Как я уже сказала, на спорт я абсолютно не хочу ставить ставку, потому что я знаю, что со своими больными коленями, пока я их полностью не приведу вот именно в идеальное состояние, я не смогу заниматься интенсивно спортом, я не смогу делать ни фитнес, ни аэробику, ни кардио, я этого ничего делать не смогу, поэтому я искала для себя какую-то такую минимальную нагрузку именно на те места, которые мне нужно, но чтобы она была регулярной, ежедневной и достаточно как бы интенсивной, но не перегружающей. И покопавшись в App Store, я нашла такое приложение, которое называется Thigh Slimmer, то есть, грубо говоря, это такой челлендж на 30 дней, который, ну, выглядит он приблизительно так, то есть вы туда заходите и каждый день вам описывают какую-то минимальную тренировку, которую вам нужно сделать, то есть вы выбираете день и там есть такое коротенькое видео о том, как правильно делать конкретно это упражнение, и внизу написано, сколько вам нужно раз делать это упражнение, и когда вы это делаете, вы просто отмечаете, что вот, да, я это сделал, и переходите на следующий день. Тренировки эти занимают довольно мало времени, но, как мне кажется, они очень хорошо работают именно на зоне вот этой моей проблемной, потому что, так как она называется Thigh Slimmer, то есть эта программа нацелена на то, чтобы уменьшить ваши бедра, ноги, чтобы их подтянуть, и все упражнения как раз заточены на эту часть тела. Мне пока очень нравится, я не пропускаю, каждый раз эти упражнения все больше и больше нарастают, больше и больше интенсивность становится их, сложнее и сложнее их делать, но в то же время из-за того, что это настолько мало времени занимает, я могу это делать на протяжении дня и понимать, что это мне не заберет там кучу времени, и в то же время я понимаю, что это дало мне уже какую-то дополнительную нагрузку, и в целом с массажем и моей диетой это только мне идет на пользу. Вот, в принципе, и весь отчет мой по первой неделе, мне очень интересно почитать ваши комментарии, если вам есть что добавить, есть, может, какие-то рецепты, может, какие-то советы, может быть, вы сами сейчас проходите через то же, что и я, поэтому давайте делиться опытом, как-то общаться на эту тему, мне будет безумно интересно. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите поговорить напрямую с диетологом, ссылка на нее будет внизу, она очень такой открытый, позитивный человек, поэтому если вы хотите что-то у нее спросить, то, в общем-то, задавайте ей вопросы. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным, информативным, интересным, если так и было, обязательно поставьте пальцы вверх, и мы с вами увидимся на следующем отчете второй недели. До встречи!